Эффективность применения аллогенной дуроматры для превентивного хирургического лечения образования одиночных и множественных рецессий ясны перед ортодонтическим лечением несъемной ортодонтической техники, клиническое исследование. Докладывает Носова Мария Александровна, врач-стоматолог, хирург, парадонтолог, имплантолог городской поликлиники номер 40. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вас очень рада всех здесь видеть. Я вас немного отвлеку от очень серьезных гнотологических исследований, которые вы сегодня здесь все прослушали. Мне тоже было очень интересно. Я с удовольствием послушала. Сегодня я представлю вам доклад об исследовании. Такая, наверное, очень интересная тема для тех, кто занимается ортодонтическим лечением. Это предортодонтическая подготовка хирургическими методами лечения, для того, чтобы предотвратить образование рецессии десны для последующего ортодонтического лечения. Это авторы исследования. У нас был большой коллектив, в котором принимали и фармакологи, и провизоры, и стоматологи, и гистологи. Ну и также, как наш профессор, зав. кафедры и стоматологии, директор стоматологического института Самарского государственного медицинского университета Трунин Дмитрий Александрович. Актуальность проблемы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в результате ортодонтического лечения несъемными конструкциями возникают множественные рецессии десны. 87% такая устрашающая цифра взята из литературы и статистических данных. Но, наверное, вы сами с этим сталкиваетесь достаточно часто на своем клиническом приеме. Также есть данные из иностранных источников, что частота возникновения рецессии десны у пациентов с инфраокклюзией или открытым прикусом при несъемной ортодонтической технике составляет до двух раз больше осложнений выраженных рецессиями десны по сравнению с другими ортодонтическими патологиями. Я также при исследовании, когда искала источники литературы, нашла такое сочетание, как почему-то всегда тонкий биотип десны в большом-большом проценте сочетается именно с патологией открытого прикуса. Наверное, это и является одним из основоположных этиологических факторов, почему у этих именно пациентов осложнений в два раза больше, как у ортодонтических пациентов. В рецессии десны появляются у ортодонтических пациентов в 35% случаях в области резцов нижней челюсти при корпусном вестибулярном перемещении. И также в некоторых случаях за счет перемещения зуба обратно, то есть в ретро-положении происходит стабилизация рецессии. И увеличение объема прикрепленной десны. Но в очень редких случаях происходит полное закрытие рецессии, потому что поверхность корня контаминирована микробным составляющим. И бесклеточный цемент пропитан на 0,8 мм средним контаминированными микроорганизмами, липосахаридами, микробными биокленками и всеми структурами. Что предотвращает полное закрытие рецессии. Причины возникновения рецессии десны. Здесь естественно этиологические факторы не всех рецессий десны, а именно те, которые могут возникать в процессе ортодонтического лечения. Первичная причина – это выдвижение зубов корпусно или апикально-вестибулярно-подзубной дуге в соответствии с ортодонтическим планом лечения. И вторичные причины, которые мы сейчас рассмотрим, они более интересные для рассмотрения. Например, начало ортодонтического лечения и уже имеющиеся рецессии десны. При определенном планировании, необходимом планировании, такая рецессия может усугубиться. Также тонкий биотип десны является располагающим фактором образования рецессии. Наличие слизистых мышечных тяжей в области не только контрфорсов, но и тех зубов, которые планируются перевещаться более вестибулярно. Мелкое преддверие полости рта – это все то же самое, та же патология с наличью слизистых мышечных тяжей. Экстремальная экструзия – это перемещение зубов в зону отсутствия или истончения замыкающей компактной пластинки вестибулярной. Первичная дегистенция замыкающей компактной пластинки – это речь идет о тех зубах, которые, например, дестапированы или выходят в незубные дуги уже с имеющимися проблемами. И пациенты с имеющимися костными дефектами в области зубов. Такие пациенты чаще всего с нами встречаются – это хронически генерализованные пардонтиты, легкой, средней, тяжелой степени. Они тоже подлежат ортодонтическому лечению, и врачи-ортодонты работают с ними. Но также при планировании таких пациентов следует учитывать уже имеющиеся костные проблемы в области определенных зубов. Механизм образования рецессии десны – это также вторичная дегистенция. Почему ходят деснания? Потому что у вас произошло перерастяжение тканей пардонтальных или напряжений излишних. Раньше было такое мнение, расхожее в литературе, очень часто звучало, что от того, что доктор очень активно перемещал зубы, произошло перерастяжение связки пардонтальной, и поэтому произошла рецессия. Это происходит только потому, что зуб лишается вестибулярно-костной поддержки. То есть уровень прикрепления костной замыкающей пластинки альвеолы уходит в точку более апикальную, и, естественно, происходит компенсация со стороны тканей пардонта. При условии, если это биотип средней степени толщины или тонкий, происходит образование рецессии десны. При лингвальном перемещении вестибулярно объем кертинизированной десны, наоборот, увеличивается, и зуб погружается обратно в объем костной ткани, формируется новое прикрепление мягкотканное. Естественно, такая проблема. Многие уже хирурги, ортодонтологи пытались предложить решение для предортодонтической подготовки. Есть пример очень успешной работы с аутотрансплантатом, тоннельными методиками. В исследовании, которое мы предоставляем, вот, 2018 года, да, этот источник, там исследование проводили на закрытии щечных корней верхних первых маляров, которые чаще всего страдают, да, и образуются рецессии в области них. Перед началом ортодонтического лечения устанавливали аутотрансплантат, тоннельные методики в области вот этих щечных корней первых маляров, и наблюдали, в общем, очень стабильные результаты впоследствии после проведения ортодонтического лечения несъемной техники. Но аутотрансплантат, ну, помимо каких-то там чисто хирургических нюансов, второго операционного поля, болевых ощущений, самая большая с ним проблема, то, что он ограничен по объему. И если мы говорим о множественных рецессиях, о изменении биотипа перед ортодонтическим лечением, да, и в собственном утолщении, то, естественно, аутотрансплантатом мы воспользоваться, к сожалению, не можем или можем только в очень ограниченных объемах. Есть опыт проведения хирургических лечений в множественных рецессиях Десны комбинированным методом, это когда применяется и аутотрансплантат, а в весе недостающие объемы заполняются пластическим материалом, аллогенной или офизированной твердой мозговой оболочкой. Также проведены исследования доклинические на животных по применению этого пластического материала. Есть патенты на исследования и эффективность операции с пластикой твердой мозговой оболочкой. И это запатентованный метод лечения хирургического множественных рецессий Десны. Цель исследования для меня лично была в оценке эффективности аллогенной твердой мозговой оболочки у ортодонтических пациентков перед ортодонтическим лечением, потому что, к большому сожалению, таких пациентов у меня не очень было много, которых я успевала пролечить перед началом ортодонтического лечения. Чаще всего я сталкиваюсь с пациентами, уже приходящими постфактум, после ортодонтического лечения, с которыми приходится уже решать создавшиеся проблемы. Я бы хотела сказать, что это цель исследования была для меня с точки зрения актуальности для врачей-ортодонтов. Я бы очень хотела обратить ваше внимание на то, о чем мы сейчас будем говорить, потому что, возможно, в вашей клинической практике вы теперь сможете обращать внимание на определенные нюансы со стороны ткани пародонта, делать для себя какие-то такие заметки диагностические, и, возможно, уже более активно взаимодействовать с врачом-пародонтологом в вашей клинике или какого-то клинического комплекса, в котором вы работаете. Группы, на которых было проведено исследование, это пациенты с рецессией медициной, кому были проведены пластические операции с применением пластического материала и аутотрансплантата, и пациенты, которым были предварительно просто установлены пластические материалы для препятствия возникновения рецессии. А теперь мы поговорим о тех показателях, которые очень интересны для диагностики и при планировании ортодонтического лечения. Когда вы первично встречаетесь с вашим пациентом, перед вами приходит не просто человек, это приходит какой-то комплекс фенотипических показателей. Так, чтобы его разобрать, например, это какая-то очень невысокого роста, худенькая девушка, которой требуется ортодонтическое лечение. Например, такой фенотипический показатель, как конституция пациента, будет являться одним из ведущих факторов атрофии в полости рта. Естественно, что вы все на своем приеме с этим сталкивались, возможно, просто не связывали это с маркерами в полости рта такими. Также фенотипическим показателем будет являться тип костной ткани, ее объем, объем десны и толщина десны. То есть это то, что мы о чем сегодня говорили, биотип. И также ее положение по высоте. Это ширина керотенизированной, прикрепленной десны, ее толщина. Точки крепления мышц, они индивидуальны. Нужны они нам для того, чтобы определить либо визуально, либо пальпатурно точки слизистомышечной тяжи, которые могут угрожать и привести к каким-то нежелательным результатам, таким как образование рецеи си десны. Также форма зубного ряда, форма и размер зубов, межриллярное расстояние, ну и естественно гигиенические индексы, которые влияют и на предлечение, на самоортодонтическое лечение, но и на сохранение стабильного результата. Парадонтологические показатели, которые учитывает уже доктор-парадонтолог, это так называемая парадонтальная карта при лечении рецессии десны. Это глубина рецессии, ширина керотенизированной или прикрепленной десны, толщина керотенизированной десны, расстояние от режущего края зуба до зенитной рецессии и величина зубодесневого кармана или его глубина. Всем пациентам была проведена конусно-лучевая компьютерная томография до начала и после окончания уже ортодонтического лечения. Также все пациенты прошли через заполнение всех парадонтологических и антипических карт и составление планов. Это примерная таблица фенотипического планирования, в котором можно по ней очень быстро определить тип пациента, его показатели, структуры в полости рта, которые мы будем учитывать при планировании не только ортодонтическом, но и парадонтологическом при выборе метода той же хирургической манипуляции, которая будет ему показана. Данные фенотипического планирования кружочком выделены в показатели, которые будут продемонстрированы на клиническом примере в дальнейшем. Эта пациентка обратилась в клинику в 2013 году с жалобами на свойственные хроническим генерализованным парадонтитом по типу конституции ананаромостеник. Типы кости были определены на конусно-лучевой томографии, это второй и третий. Атрофические процессы были в пределах нормы, биотип Диснея средний. По ортодонтической патологии был выставлен диагноз врачом-ортодонтом, перекрестный травматический прикус. Зубы крупные, треугольные формы. Выраженная зубочелюстная аномалия, верхнечелюстные дуги в дистальных участках, множественная скученность дистов, зубов, дистопия от ортоаномалии. Выбор методик операции. У данной пациентки, которую я вам сейчас представлю, были прооперированы все зубы от первого маляра до первого маляра на верхней челюсти и 9 зубов на нижней челюсти. Учитывается класс ритейси Диснея, класс уболи, сосочка потарная, объем парадентальных тканей, наличие некариозных пришеечных дефектов, которые очень часто сочетаются с ортодонтической патологией, качество от окружающих тканей, наличие слизистомышечных тяжей, мелкое преддверие полустирта и степень экстраузии, которая будет предполагаться при ортодонтическом лечении. Из этих всех показателей формируется выбор методики операции, количество этих операций и применение того или иного пластического материала. Вот с такими жалобами обратилась к нам пациентка. К раздать его здесь, неприятный запах из рта, наличие зубных отложений, наличие пигментации в полости рта. Был поставлен диагноз хронически генерализованный парадонтиз средней степени тяжести. Была проведена полная парадонтологическая подготовка, парадонтальная хирургия в области всех зубов верхней и нижней челюсти в технике РАМФЕР-2 и медикаментозная терапия. Через три месяца было выявлено полное заживление всех зубодесневых карманов. Они были все компенсированы. Мы добились стабильного результата. Ну и, естественно, обнаружили сразу имеющиеся рецессии десны, которые уже были в наличии. И также требовалось проведение ортодонтического лечения. В случае с этой пациенткой было принято решение, так как требовалось расширение дуги верхней челюсти, а уже имелись рецессии в области верхней челюсти и в нижней тоже участке в первом и четвертом сегменте. Принято было решение провести предордодонтическое хирургическое лечение по устранению рецессии десны и изменению ее биотипа. План лечения был представлен. Первый и второй сегменты были прооперированы по раздельности методом коронально-ротированного лоскута с применением твердой мозговой оболочки в качестве пластического материала техникой санктиз-зукелья 2000 года. Фронтальный участок нижней челюсти. Четыре центральных резца были прооперированы методом коронального смещения с применением свободного десниоудепитализированного трансплантата. С исечением мысленно-мышечных чужих с закрытым доступом. Зубы в четвертом сегменте 43, 44 и 45 были прооперированы туннельным методиком с применением свободного десниоудепитализированного трансплантата. Это так выглядит парадонтальная карта, которая заполняется на каждый зуб у каждого пациента. И наблюдение проводится исходное клиническое значение. Потом 3, 6 и 12 месяцев. Эту пациентку я наблюдаю достаточно уже более длительный срок, но тем не менее ее карты из года в год заполняю. Так же, как и всех остальных пациентов, которые находят все силы ко мне прийти. Кружочками выделены показатели, которые были алгоритмом выбора для выбора методики операции. Почему на верхней челюсти в первом и втором сегменте было применено пластический материал? Потому что его объем очень большой, было прооперировано 12 зубов. Естественно, что никакой аллотрансплантат не мог заместить такой объем тканей. Для нижней челюсти был выбор. Это аутотрансплантат, свободный десниоудепитализированный трансплантат. Из-за того, что там были критические значения по толщине прикрепленной десны 0,7 мм и полное отсутствие прикрепленной десны как таковой по высоте. Вот они обведены в кружочки. Тоже вот эти нулевые значения в области зубов 31, 41, 32, 42. Нулевые значения ширины прикрепленной десны и значения толщины прикрепленной десны. Также, как и для зубов 43, 44, 45, тоже критические значения. Поэтому применяется аутотрансплантат. Это те показатели, которые диктуют методы и качество применяемых холопластических материалов. Протокол хирургической операции. Демонстрационного примера мы рассмотрим первый сегмент. Начинается всегда операция с измерения показателей сессии десны. Дизайн размера, подготовка принимающего ложа, обработка поверхности корней и зубов, подготовка пластического материала, фиксация и закрытие. Это измерение показателей. Производится оно градуированным парадонтологическим зонтом. Здесь сложность чаще всего, когда всегда возникает, в том, что здесь размыто цементно-эмалевое соединение из-за наличия образия твердых тканей и зубов. Но вполне можно при работе с оптикой с увеличением определить эти границы. Таким образом измеряется толщина прикрепленной десны. Это дизайн размеров, разрезов по методике Закеля коронально-ротированного смещения. Здесь центральный зуб, в отличие от традиционного метода, допускающего у автора. Выбран не клык, всегда выбирается, а здесь первый премаляр. Дизайн. Обратите, пожалуйста, внимание на наличие дегистенции уже, скорее всего, вторичной в данном случае, потому что все-таки у пациентки первичный диагноз – это хронический парадонтит генерализованный. Это подготовка принимающего ложа. Обработка поверхности корней проводится специальным гелем, содержащим 17% АДТА, для того, чтобы буферным действием своим поднять контаминированность бесклеточного цемента для более легкого его удаления, для полировки поверхности корня, для того, чтобы их зачистить. Это тоже этап обработки. Подготовка пластического материала, твердой мозговой оболочки. Она вырезается по созданному шаблончику небольшому, прямо в процессе операции перфорируется, смачивается либо физиологическим раствором, либо кровью пациента. Таким образом и фиксируется в зону операции. Он пришивается узловыми швами к межзубным сосочкам, доэпитализированным ранее. И сверху все это закрывается слизистым костичным лоскутом, и ушивается. Введение пациента после операции он обрабатывает антисептиком полосухта три раза в день традиционно, гелем с хлоргексидином. Для уменьшения отека, как всегда, гипотермия в первый день, болевые ощущения невыражены при подобных вмешательствах. Один-два дня требуется прием нестероидных препаратов. И также назначается на 7 дней до операции, на 14 дней после операции, особенно при применении аутотрансплантатов. Это препараты Трентал и Октавигин по патенту в целях улучшения регенерации. Вот эта схема, способ медикаментозной поддержки пациентам при выполнении костно-пластических операций. И конечные значения после того, как уже прошло 24 месяца после хирургических вмешательств, красными столбиками выделено исходное значение глубины рецессии и состояние через 24 месяца. И также всегда контролирующее расстояние от режущего края до Диснея, РД, то, что называется, оно всегда контролирует вас от того, что правильно ли вы сделали первичные измерения по глубине рецессии и его показатели через 24 месяца. Здесь прошло уже более, наверное, 6 лет. Уже давно окончено ортодонтическое лечение. Хотела бы обратить внимание на формирование прикрепленной Диснея и абсолютно стабильный результат. Некариозное поражение пациентку ее не беспокоит. Она их оставила в таком же состоянии, как они и были. Это этапы лечения во втором сегменте. Исходная картина. И то, на что были поставлены несъемные ортодонтические техники. Этапы уже прооперированная верхняя челюсть, прооперированная нижняя челюсть. Первая дуга установлена пока только, по-моему, самая первая на верхней челюсти. Ну и динамика, да, результатов. То есть я этот клинический пример, я его наблюдать имею возможность постоянно. И вижу, что нет ни рецидивов, никаких проблем с этой пациенткой. И с ее клиническим примером, именно как предподготовку предордонтического пациента. Это препараты местного применения, которые применяются при регенеративных операциях в полости рта. Они разработаны компанией Фетолон. Это периогель, который является ранозаживляющим. Периогель содержит хлорофилл, который насыщает ткани кислородом. И также есть форма с хлоргексидином при постхирургических вмешательствах и ополаскивателя для антисептической обработки. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое. Вы присаживайтесь. Сейчас мы все вопросы... Докладчики, можно вас попросить вернуться на сцену? У нас еще одно выступление было запланированное, музыкальное. Для того, чтобы мы перед обедом расслабились чуть-чуть. Чтобы лучше переваривание было после этого. Только я не знаю, где наши гости. Тут у нас звучало так, что компания «Стематологический магазин «Ромашка» дарит выступление очаровательной скрипачке. Да, давайте пока мы соберем докладчиков. И пока будут собираться скрипачки, мы... Амрия Анатольевна, пожалуйста, вас тоже просим. Алексей Викторович ушел, да? Вы будете отвечать, да? А, завтра. Да. Значит, Сергей Александрович нас пока покинул временно, но он будет завтра, поэтому все вопросы касаемо его доклада вы можете передрисовать на завтрашний день. Ну что, кто хотел бы что-то спросить... У меня вопрос, Александр Николаевич, к вам. Скажите, пожалуйста, вот так все получилось в результате ваших исследований, что вроде бы нас учили, да? Определенный резцовый путь, суставной путь, есть зависимость. Ничего этого получается? Нет. Никакой зависимости? Нет. Я вам объясню, почему. Трансверзальный, все так вот. Вот реально... Не знаю, с одной стороны, а если бы я был анархистом, я бы сказал, хорошо, а с другой стороны, не так уж, может быть, это и хорошо. Вы знаете, на чем, как мне кажется, основаны вот эти постулаты? Люди брали, мерили средние значения, и по средним значениям мы получаем, что суставной наклон такой, прессовый наклон такой, и по средним анатомическим значениям брали это как руководство в действии. Но у реальных пациентов это все вот так. Поэтому здесь и сказать, что их функция неадекватно жевательная, нельзя сказать. Они вполне, если взять тесты на жевательную эффективность, они вполне справляются, и у них гармонично все. Поэтому вот мы при реконструкциях, мы можем стремиться к средним анатомическим параметрам. Мы можем стремиться. Но если мы от них отходим, это не будет являться, с моей точки зрения, ошибкой. Понятно. Но все-таки так немножко как-то не по себе. Как бы анархия, мать, порядка. Нет никаких законов. Ведь жизни тоже можно сказать. Это все для среднестатистического человека сделано. А людям и разные. Анархисты, кстати, так и говорили. Вы знаете, вы можете легко промоделировать вот это движение нижней челюсти. Вот смотрите, ведь реально нижняя челюсть, когда движется, она имеет три точки опоры. Сустав один, второй и резцовый. Или точка контакта зубного ряда. И когда мы двигаем как-то, то у нас все движение осуществляется за счет этих трех точек контакта. И в зависимости от того, какая поверхность наклонная, как это все происходит у нас в челюсти, в этой связи и так и двигается. Поэтому никаких факторов, таких, которые бы указывали, что это движение может быть неверным, в этом случае нет. Вот хоккеист двигается вот на коньках. У него две точки опоры. А тут будет третья. У вас личный опор. У вас просто корпусное движение челюсти будет чуть-чуть другим. В зависимости от того, какие направляющие. Но в целом это нельзя сказать, что это что-то неправильное при этом. Потому что, ну вот, а какие основания говорить, что это неправильно? Ну какие? Спасибо. Я понял. Спасибо. Еще один вопрос. Давайте тогда, может... Вот... Сейчас. А может быть, пока Александр Николаевич думает, мы сейчас послушаем скрипач? Скрипачку. Как правильно? Скрипача или скрипачку? Скрипачку. И после этого Александр Николаевич даст ответ на ваш вопрос. А вы еще раз озвучите громко в микроконе. Будет ли в вашей программе электромиография? Потому что мышцы тоже значение имеют. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok